Здравствуйте! Спасибо за приглашение на вебинар Директ Академии. И сегодня я расскажу... Хочу запущу только трансляцию экрана. Сегодня я расскажу про электронные библиотеки. Так, сейчас, секунду. Ну, с кем мы еще не знакомы, может быть, пару слов о себе. То есть я являюсь основателем программы электронной библиотеки, которая называется ЭЛИС. Ну, примерно так выглядит интерфейс. Может быть, сегодня еще несколько раз я про нее речь заведу. Но в целом доклад про создание электронных библиотек образовательных организаций. Там посмотрим некоторые плюсы, минусы, сложности, какие-то ошибки, которые образовательные организации допускают. И в целом доклад, в принципе, универсальный. Он подойдет и школам, и вузам, и СУЗам. Ну, вначале немного нормативная история, что такое электронная библиотека. Вот определение здесь перед вами из ГОСТа. В общем, и здесь важно, что в электронной библиотеке обязательно должны быть единые средства навигации и поиска. Если у вас нету единых средств навигации и поиска, значит, согласно определению ГОСТа, у вас не электронная библиотека. Вот. И сразу вопрос на засыпку, является ли национальная электронная библиотека электронной библиотекой. На самом деле нет, потому что в НЭБе есть поиск, но нет вообще никакого навигатора. Вот. Но, скорее всего, здесь много вузов, а вузы любят использовать ВОПИРБИС. Является ли ВОПИРБИС электронной библиотекой? Ну, правильный ответ иногда является, иногда нет. Потому что на самом деле в ВОПИРБИСе есть навигатор, есть даже несколько навигаторов, но зачастую книги по ним, все документы по ним не расписаны. Потому что он вроде формально есть, но зачастую с этим есть проблемы. Вот. И мое собственное определение. Что такое электронная библиотека? Чем электронная библиотека отличается, например, от архива? Потому что в архиве, как и в электронной библиотеке, есть и поиски, и навигации, и там хранятся документы, и, в общем-то, и то и то для хранить документы. Чем же они отличаются? Или чем отличается электронная библиотека от LMS? Ну, смотрите, насчет LMS все очень просто. LMS – это система про управление обучением. Есть группа, она заходит, набирается какая-то академическая группа, заходит в курс, записывается на курс, там, может быть, какие-то ресурсы открываются, закрываются в некоторое время, то есть это про процесс обучения. Да, в LMS есть ресурсы, есть поиски, есть какой-то каталог курсов, но в целом это про процесс. Электронная библиотека и архив очень похожи друг на друга, но у них разные задачи. Архив – это про хранение информации, а библиотека – это про выдачу, выдачу документов. И если в архив за год не придет ни один пользователь, то он не теряет своей актуальности, он все равно нужен. Если в электронную библиотеку за год не придет ни один пользователь, значит, ее надо просто закрыть, она не нужна. То есть главная электронная библиотека, она предназначена для выдачи. Это означает, что к электронной библиотеке более строгие требования по, собственно, качеству интерфейса. Так она предназначена для активного использования пользователями, там должен быть хороший плеер, хорошая навигация, хороший, понятно, удобный поиск. И этим они принципиально отличаются. Но с другой стороны, понятно, что электронная библиотека может выполнять функцию архива, а архив, функцию электронной библиотеки выполнять не может, Потому что, как правило, он всего-то лишен. Это некая, обычно, очень простая система и не очень удобная для пользователей. Ну и какое отношение это имеет к образовательным организациям? По закону образования, там есть статья 18, пункт 1, электронные библиотеки должны быть в каждой образовательной организации, даже в школе. Не важно, чем бы образовательная организация ни занималась, в ней должна быть электронная библиотека. Вот, ну и одна из тем, которую хотелось сегодня обсудить, за что она сделала, чтобы в электронную библиотеку действительно приходили люди, чтобы она была востребована, чтобы она работала на пользователя. Потому что, как я уже сказал, задача библиотеки – это именно быть востребованной, давать какие-то документы. Ну и, собственно, очевидный вывод, что на самом деле она должна быть полезна пользователям, но полезна не в том смысле, в котором часто понимают библиотеки. Вот, библиотеки зачастую создают, ну, они представляют себя как библиотеку, некий амбар хранилища знаний великих. Вот, и из этого делают вывод, что сам факт того, что есть где-то знания, хорошее знание, она делает библиотеку полезной электронной. Но на самом деле не так. Электронная библиотека, ну, по крайней мере, образовательно полезна тогда, когда, например, преподаватель отправляет туда, там, взять какое-то задание из учебника и решить его, например. То есть, когда преподаватели реально используют электронную библиотеку в учебном процессе, тогда она становится полезным обучающимся. И вот здесь пример, например, вот как раз на базе Элис, есть просто в кафедре дали права, у нас говорили, там методички, и вот тут 36 методичек где-то в каталоге лежит, и, в общем-то, за все время уже 48 тысяч просмотров и 30 тысяч скачиваний. Это довольно неплохо. То есть, это пример, когда какие-то документы в электронной библиотеке действительно нужны, полезны. Еще одна история и частая ошибка, которую допускают при создании электронной библиотеки, они забывают про владельцев контента. В библиотеке очень сосредоточено зачастую на создании словного амбара с документами, а не про то, почему этот амбар будет полезен владельцам ресурсов. Потому что, чтобы в электронной библиотеке оказались документы, это необходимо, чтобы кто-то туда отдал. Если говорить про образовательные организации, то это издатели, преподаватели, учителя, в общем-то, кто-то, кто создает контент. Ну, иногда, может быть, какие-то покупные ресурсы, учебники, что-то еще. А чтобы они отдали, надо, чтобы они видели пользу от этой электронной библиотеки. И вот просто хранить – это не польза, потому что просто разместить какие-то ресурсы где-то сейчас не является проблемой. Загружаешь там на AndroidX, пожалуйста, и вот они размещены в интернете, преподаватель может ими делиться. Вот, и это важная история. Я здесь приведу пример одной электронной библиотеки, вот, и проблема, которая возникает, просто в качестве примера. Вот слева вы видите одну электронную библиотеку, создателя одной из АБИС. А справа вы видите сайт конференции. От этого же создателя, это же самое АБИС. Смотрите, какая ситуация происходит. Предположим, организатор устраивает какую-то конференцию. На ней, естественно, есть материалы конференции. Вот, и вопрос. Создатель этой конференции, он, естественно, имеет сайт, и он эти материалы выкладывает на сайте. Там видео, какие-то презентации, тезисы, доклады, что-то еще. Вопрос. Имеет ли ему смысл грузить эти материалы в электронную библиотеку? Вот такую вот. Ну, на самом деле, правильный ответ, конечно, не имеет. Потому что, когда он выложил материалы на своем сайте, он все свои проблемы с публикацией, он уже решил. На библиотеке хочешь, чтобы эти материалы находились у нее, в ее амбаре. А преподавателю или организатору конференции это не нужно. И, таким образом, в данном случае, так как это одно и то же лицо, они все грузят в электронную библиотеку, но, по большому счету, если у вас электронная библиотека будет не симпатична, и она не будет нравиться организатору, то он не будет отдавать библиотеке свой материал. Или он будет делать из-под палки. И поэтому важно, чтобы интерфейс электронной библиотеки нравился владельцам контента. Если он им не нравится, то они пользоваться ее не будут. Ну, что надо сделать для того, чтобы он им нравился? Ну, то есть, понятно, что надо иметь более удобный интерфейс сам по себе, но еще один из возможных вариантов – это следует устранить прослойку в виде библиотекаря и формализма при загрузке ресурсов. А сделать это можно так – можно выдать организаторам конференции права и пусть они грузят сами свои документы. Ну, я сейчас, может быть, покажу один из сайтов. Ну, вот это некий сайт. Здесь, видите, все распределено по разделам, и есть какие-то документы, которые загружены, которые читатели могут смотреть. Там со статистикой, со всем таким прочим. Это намного интереснее ситуация, чем, например, вот такая электронная библиотека, где содержание всех декладов является, как бы, в сути, в результате, показывается в результате поиска и не содержит никакие схемы навигации по секциям, например. На сайте вот есть разделение по секциям, а в электронной библиотеке у многих нет разделения по секциям. Это надо тоже учитывать, что должно быть удобно и стоит делегировать права на загрузку. Соответственно, по электронной библиотеке должно быть достаточно простым, чтобы дать его неподготовленному пользователю. Вываливать поля марка, заполнение марка, как бы, со всеми правилами, это будет проблемой. Конечного пользователя и организатора этому не научить. Еще история. Вот сейчас я ту электронную библиотеку ругал, да, от других издателей, сейчас я их хвалить буду. Еще один из способов получения контента – это поддержка администрации образовательной организации. Это та же самая электронная библиотека в Питере. Вот это количество визитов в день. Видите, что оно обычно больше пяти тысяч. То есть больше пяти тысяч пользователей приходят и смотрят какие-то ресурсы из электронной библиотеки. А всего за все время существования их уже просмотрело 22 миллиона. Причем на самом деле это еще не пик, у них были пики там примерно по 5 миллионов в год просмотров. И это защищается за счет чего? Библиотеке удается убедить организацию, что следует собирать все ресурсы внутри организации, размещать их там. В данной конкретной библиотеке большое количество трафика приносят выпускные квалификационные работы. Они договорились с администрацией ВУЗа, что они все будут опубликованы в публичном доступе. И так как эти работы актуальны, ну, то есть обычно там какие-то актуальные тематики рассматриваются студентами и преподавателями, то есть большой трафик из интернета на эти работы. Поэтому если вы договоритесь с администрацией, то надо понимать, что если у вас много контента, то дальше у вас будет много визитов, особенно если этот контент находится в открытом доступе. Вот за это надо побороться. Но есть и антипримеры. И, в общем-то, к сожалению, они широко распространены. Когда библиотека зачастую хочет создавать электронную библиотеку, то способ мышления примерно такой. У нас есть Abyss. В Abyss можно прикрепить, загрузить файл или куда-то загрузить файл. В Abyss мы прикрепим гиперссылку на этот файл. У нас вот создана электронная библиотека, которую мы можем описать по Росмарку. Но на самом деле это довольно грубая ошибка. Сейчас поясню почему. Во-первых, практически все Abyss, которые вы знаете, в России, по крайней мере, доступны, и имеют плохой интерфейс. Начать на нас с того, что они зачастую не имеют даже навигатора. Они по сути имеют только лишь поисковый интерфейс, просто поиск достаточно сложный. Ну, некоторые попроще. И людям этот интерфейс не нравится. И возникает та проблема, что они не готовы в библиотеке, созданной на базе Abyss, отдавать свои ресурсы. Потому что если у тебя в Abyss есть поиск, то, в общем-то, даже не можешь выдать, опять же, ссылку на материал конференции, ты можешь выдать ссылку на поисковый запрос, который выдаст единым списком все какие-то ресурсы. Но навигатора по ним не будет. И это многим неудобно. И они хотят, например, видеть там навигатор по материалам своего факультета там или по своему предмету. Второй момент – то, что Abyss, ну, он на самом деле связан с этим же самым порту вещей, о которой я уже говорил, что Abyss и хранение документов в Abyss обычно неинтересно владельцам контента. Потому что интерфейс сложный, интерфейс неудобный, и проще выложить просто там на условном сайте на WordPress. Ты нанимаешь студента, он тебе за 10 тысяч поднимает сайт на WordPress, и там факультет или кафедра свои проблемы или организатор конференции не решает. И Abyss им просто неинтересно. Потому что, ну, не удовлетворяет их запросам по тому, как должна выглядеть электронная библиотека и какой функционал она должна иметь для конечного пользователя. Вот. И, в общем-то, проблема эта связана с тем, что когда библиотекарь, библиотека выбирает Abyss в качестве электронной библиотеки, она на самом деле не интересуется проблемами владельцев контента и студентов. Ее интересует только решение своих проблем, как библиотекарю проще создать электронную библиотеку. А проще создать – это всегда использовать уже развернутый Abyss, который библиотекарь знает. Вот это неправильный путь. Еще проблема Abyss. Ну, в общем-то, очень многих – это то, что у них плохая поисковая оптимизация. SEO – это вот поисковая оптимизация. То, как ваши ресурсы видны в поиске в Google и в Яндексе. И дают ли поисковики трафик на ресурсы вашей электронной библиотеки. Потому что, ну, конечно, владельцы контента хотят, чтобы его читали. Хотят, чтобы он находился из Google и из Яндекса. А с этим у Abyss серьезные проблемы. Я вот здесь ссылочку приведу, и она у вас в том презентации останется. Достаточно подробное объяснение, в чем проблема поиска именно в Abyss. И что у нас сделать для того, чтобы в электронной библиотеке индексация Яндекса и Google работала намного лучше. Но я сейчас кратко некоторые выдержки расскажу из этой истории. Вот этот график – это график, откуда приходит аудитория национальной электронной библиотеки. Вот эти две зеленые линии – это по двум годам количество переходов из Google с Яндексом. А вот все остальное – мелочь – это прямые ссылки, это продвижение на библиотеках и так далее. И видно, что, в общем-то, вся активность библиотекарей, которые они делают руками – это все суета по сравнению с тем, сколько трафика приходит из Google и из Яндекса. Просто намного меньше. И в других библиотеках, в том числе вузовских, ситуация очень похожая. Обычно трафик из поиска, из Google с Яндексом, он оставляет процентов 70, если библиотека хорошо оптимизирована под эти поисковые системы. Поэтому сам факт того, что вы просто технически улучшили вашу электронную библиотеку, оптимизировали ее под поиск, существенно в разы увеличивает количество просмотров ресурсов к ней. Вот, на соответствии, если вы храните в iBiz, и у iBiz проблемы с индексацией поисковиками, то вы очень сильно не добираете количество просмотров. Соответственно, они добирают, если вы хотите, чтобы там какие-то научные статьи лежали, то они не добирают стат из этого. Но это пример, сколько страниц проиндексировано в трех разных iBiz, которые вот снимались где-то весной этой. Это APA Global, там проиндексированы две страницы. APA Global 2019 года выпуска. То есть это относительно новая версия APA Global. Это IRBIS, у IRBIS побольше, там 4000 страниц. Надо понимать, что в этом каталоге ГПНТБ хранится, скорее, миллионы записей. 4000 страниц, которые проиндексировали, это очень мало. Это, видимо, одна тысячная часть, ну, где-то в том районе. И, соответственно, ресурсы, которые размещены в этих каталогах, они не находятся в поиске, карточке, книге. Ну, а это IRB, тут чуть побольше, но у IRB тоже достаточно много ресурсов. То есть и 755 страниц, это не очень много. И, соответственно, каталог прима. Почему это происходит? В чем проблема? Проблема, на самом деле, у IBIS достаточно серьезная. Ну, представим ситуацию, что там какой-то IBIS, миллион записей хранится. Ну, как бы не ссылок на файлы, из них там пусть 10 тысяч – это полнотекстовые документы, которые содержат ссылки на какие-то, например, на PDF. И когда приходит поисковый робот и начинает это индексировать, у него на самом деле только, ну, при таком соотношении, у него только на каждой софт-веб-странице есть ссылка на какой-то, может быть, уникальный PDF. А ему надо пройти вот этот весь каталог, а ходит он достаточно медленно, там, по несколько тысяч в день может пройти записи. И еще проблема. На самом деле, многие записи, они не уникальны. То есть, ну, есть там условный Пушкин, Евгений Онегин, и он есть не только вот в этом каталоге какой-то конкретный вашей электронной, вашей IBIS, но он есть еще там в 300 публичных каталогах. И поисковик ходит, 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 и он видит, что все записи, которые есть, обладают малой уникальностью. Когда пользователь будет искать Пушкин, Евгений Онегин, например, он, понятно, не покажет все эти 200-300 ссылок на разные каталоги. Он их не дублицирует, покажет только одну. Он видит, что они одинаковые, контент одинаковый. На разных сайтах, конечно, один и тот же контент. И он не хочет IBIS индексировать, потому что он видит, что они мало уникальны, а значит, мало полезны пользователям. Он все равно их поисковой выдаче выдавать не будет. И это создает проблему для индексирования вот этих вот полнотекстовых документов. То есть поисковик не хочет просто ходить по каталогу, если он большой. Таким образом, надо понимать, что IBIS очень не рекомендую для хранения полнотекстовых документов. Это прям реально серьезная проблема у вас получится. Если говорить про электронные библиотеки, то они тоже должны быть оптимизированы чисто техническим путем. Там, добавляя специальную оптимизацию, можно увеличивать количество переходов из Google и с Яндекса. Это пример, когда вот есть некий G-Space в Пермской кровевой библиотеке. И там было 11 тысяч документов. Их все взяли, эмигрировали, вылез, и там год назад. И год подождали, и оба сайта одновременно работали. Оба сайта одновременно работали, фактически они имели один и тот же контент. И если в G-Space приходило 50 визитов в день примерно, то на тот же самый контент в Элис приходится 250 визитов в сутки. То есть в 5 раз больше. Вот и здесь Яндекс.Метрик открыт, вы можете потом опять же покликать, просто в этом сами убедиться. Потому что эти данные открыты. Вот эти данные уже из этих же двух систем, они закрыты. Но здесь видно, здесь сравнение, количество переходов из Google и из Яндекса, из G-Space и в Элис. И видно, что в Элис количество переходов в два раза больше. А если их просуммировать, так как контент в самом G-Space не выключался, то получается, что в три раза больше можно увеличить количество переходов из поиска, просто используя оптимизированные поисковики программное обеспечение. Еще одна важная история – это то, что в образовательных организациях сильно мобилизуется трафик. Это означает, что студенты и учащиеся начинают заходить в электронную библиотеку со смартфонов. Ну, на самом деле, понятно почему. Съедут дороги, и они готовятся к чему-то. И, соответственно, они используют смартфон. И это означает, что электронная библиотека обязательно должна быть оптимизирована под смартфон. И есть еще одна история. Так как многие часто пользуются поиском тоже на смартфонах, и сейчас больше половины поиска тоже зачастую идет со смартфонов, или примерно половина поиска из дистопов, а примерно половина со смартфонов, то поисковики понимают, что сайт, который быстро открывается на смартфоне, он полезнее пользователя. И здесь тоже пример из электронной библиотеки Элис – это количество кликов на какую-то конкретную электронную библиотеку из Гугла, только лишь из Гугла. И вот видно, что только за факт того, что библиотеки оптимизированы под смартфоны, на средняя позиция в поиске у нее на смартфонах восьмая, а на дистопе 34-я. 34-я – это уже на второй странице. И контент один и тот же, электронная библиотека одна и та же, но количество показов на смартфонах меньше, чем на дистопе, а переходов на смартфонах больше, чем на дистопе, потому что позиция средняя выше. А выше она потому, что вот эта электронная библиотека по пути обогнала все остальные. Вот тут есть между 34-мя и 8-ю, да, средними позициями. Есть еще какие-то электронные библиотеки, и они просто хуже оптимизированы по смартфонам, и Гугл их выдает ниже. А эту электронную библиотеку поднимают выше только за счет оптимизации. Поэтому на вот эту историю надо обязательно тоже обратить внимание, если вы хотите увеличить трафик поисковый. Ну, важная история – это про то, как библиотеки электронные могут дальше влиять на развитие в образовании, куда они могут развиваться. Потому что вот эта вся история, которая я сейчас говорю, она про настоящее. Вот, и тут важно, что будет в будущем. Обычно в библиотеках вот эти три слова, они незнакомы. Я сейчас попытаюсь кратко про них рассказать. Индивидуализация. Ну, смотрите, есть понимание того, что все обучающиеся разные. У них разные знания, у них разные интересы, у них разная скорость обучения. Кто-то хуже учится, кто-то лучше учится. Но учатся они вроде бы примерно по одним и тем же программам. И вот типичное обучение, когда все учатся вроде бы по одному и тому же материалу, одним и тем же ресурсам, и от них требования одинаковые. Индивидуализация – это означает, когда вы признаете, что они все разные, и, может быть, их учить всех надо по-разному. Персонализация – это в чем-то похожий подход. То есть мы тоже говорим, что все разные, что, может быть, у людей разные цели, разные интересы. Кто-то хочет там выучить английский, например, чтобы технически английский, чтобы статьи писать научно, а кто-то английский учит для того, чтобы просто на нем общаться, разговорный ему нужен. Вроде бы и там, и там английский, но у них цели разные. Персонализация – это когда учащийся сам выбирает, что и как он хочет учить. Ну, это в идеальном мире, на самом деле, в реальности обычно есть какие-то ограничения, но, например, как это может выглядеть. Учащийся учится в школе, проходит там историю, ему нравится история Древней Греции. И он выбирает поизучать эту Древнюю Грецию подольше, может быть, за счет феодализма, к примеру. Это, например, тоже персонализация, когда учащийся сам формирует свою образовательную траекторию, то, что он хочет учить. И здесь снова перейдем к курсам. Есть особенность. Достаточно долгое время электронные библиотеки вымещались из образования с помощью ЛМС, с помощью курсов. Потому что электронная библиотека – это обычно там находились учебники, в ЛМС, там в курсах, есть проверка, есть обратная связь, есть контроль знаний, можно там как-то управлять процессом учения намного гибче, чем это позволяет делать электронная библиотека. И это приводило к тому, что электронные библиотеки уходили из образовательного процесса, они замещались курсами. А что такое курс? Курс – это некая линейная последовательность изучения каких-то небольших модулей учебных. Ну, то есть там, условно говоря, какой-нибудь параграф я обозначил там за некий кубик. Если мы говорим про… Потому что все люди разные, у них разные знания, разные интересы. Кто-то учит физику на олимпиадном уровне, потому что собирается олимпиаду выигрывать, а кто-то учит физику на троечке, потому что, в общем-то, она ему нужна только для того, чтобы кистат получить. То надо понимать, что, наверное, им надо выдавать разные ресурсы разным уровнем сложности. Я этот уровень сложности, там, условно, образил как бы вертикальными кубик квадратами. То есть материалы, тема одна и та же, но ресурсы на самом деле разные, разного уровня сложности для разных студентов. И способность информационной системы адаптироваться под разный уровень сложности – это адаптивные системы, так называемые, адаптивное обучение, которое настраивается под учащегося автоматически. Ну, автоматически, как правило, предполагает, что автоматически. Конечно, адаптивное обучение можно и руками вести, не с помощью информационных систем. Итак, продолжим про адаптивное обучение. Итак, у нас есть курс, в нем есть некоторая последовательность тем разных. Эта последовательность тем разбита на небольшие учебные блоки, и разные учащиеся идут там, возможно, по разной траектории. Предположим, учащийся учится, 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 И он стремится учиться по некоторым предметам все лучше и лучше. Он лучше и лучше справляется с заданием на некотором уровне сложности. В какой-то момент система понимает, что он может решать эти задания на более высоком уровне сложности. Она его переключает на какую-то теме, на более сложную траекторию. Ну, это в случае индивидуального обучения. В случае персонализированного обучения можно спросить, посмотри, у тебя хорошо получается, хочешь ли ты попробовать задачу посложнее решать. Он говорит, да, хочу, и его переключает на более высокий уровень сложности. Дальше он идет на более высоком уровне сложности. Ну, это тоже все еще адаптивное обучение в ситуации, когда автоматически индивидуализированное, а когда персонализированное, то тогда учащийся спросит, хочешь нет. Рассмотрим более сложную схему. Итак, учащийся идет по некоторой траектории, решает задачи, там, предположим, где-то он поднимается, и раз, система детектирует, что он, где-то совершает ошибку. Для этого те тестовые прямо информационные блоки обычно настраиваются какие-то тесты, тестовые знания, которые сразу проверяют свою обучающую систему или нет. Вот эти тесты можно протегировать, ну, или, если хотите, проклассифицировать некими навыками, что вот этот тест проверяет в конкретном месте, конкретный тест, что он проверяет. Ну, например, обучающий, там, решая какие-то квадратные уравнения, становится ясно, что, похоже, он совершает ошибки в умножении. Тогда адаптивная система может его обратно вернуть на тему проумножения, так как это все протегировано. Она возвращает на тему проумножения, он ее еще раз повторяет, изучает, сдает там тесты, закрепляет, становится понятно, что он тему умножения изучил, после чего можно вернуть его обратно, где это умножение нужно, чтобы он, там, снова решал свои квадратные уравнения. И он идет дальше. Это тоже свойство адаптивной системы. Персонализированная система спросит, скажет, ну, кажется, у тебя умножение западает. Хочешь повторить умножение? Он говорит да и возвращается сюда. Номерализированная, она его, возможно, сама отправит автоматически. То есть он нажимает там далее, 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 и у него раз выпадает тема про умножение. Это тоже все еще пока разные варианты адаптивного обучения. Вот. Ну, усложняем историю. Вот это все некий один курс, это, может быть, другой курс. И мы понимаем, что так как у нас вдруг обучающийся решил, например, про Древнюю Грецию изучать побольше, значит, надо, возможно, его отправить, вынести из рамки одного текущего курса, который он изучает, на какие-то другие ресурсы, где Древняя Греция, например, изучена более подробно. И это означает, что на самом деле у нас, может быть, не один единственный курс с кучей ресурсов, а множество разных ресурсов, разного уровня сложности. И разные обучающиеся пойдут разной траекторией в рамках этих ресурсов. То есть один такой пойдет, а другой, может быть, пойдет другой траекторией. Система сможет адаптироваться под него. Ну и, наверное, вы в этом всем уже кое-что узнали. В общем-то, вы узнали библиотеку. Библиотеку как некий амбар ресурсов. Вернемся немного обратно. Действительно, эта история, ну, хотя курсы могут быть адаптивными, сами курсы могут быть адаптивными, но есть другой подход. Когда вы выстраиваете не курсы в рамках ЛМС, а вы создаете большую библиотеку ресурсов, где пихаете в нее много-много ресурсов. Естественно, эти ресурсы как-то классифицированы какими-то навыками, про что эти ресурсы, что они изучают и что они проверяют. Вот поверх этой электронной библиотеки строится рекомендательная система, либо адаптивная система, которая выстраивает под учащихся их импульсальные траектории в этой электронной библиотеке ресурсов. И таким образом развитие образовательных технологий пришло обратно от систем управления обучением, ТЛМС и курсов, приходит, ну, по крайней мере, не пришло, по крайней мере, приходит. Есть в эту сторону тенденции, и про это говорят. Приходит обратно к электронным библиотекам. Но эти электронные библиотеки должны быть с некоторой надстройкой рекомендательной, аналитически рекомендательной надстройкой, которая выстраивает идеальные траектории. В общем-то, и, по-видимому, это и будет развитием образования. Сама эта история, она такая. Это скорее, вот то, что я сейчас рассказываю про библиотеки ресурсов, это скорее область еще научных исследований, чем готовые системы. Но в 18-19 годах Министерство просвещения пыталось такой подход реализовать. Называется это сайт Education. У них там возникли проблемы, они не смогли купить контент для школ у издателей. В общем-то, у них эта история захлебнулась и нормально не реализовалась. Но у них попытка такую систему на федеральном уровне создать, она была. Текущая стратегия развития минпросвета в плане школ предполагает, что такая система еще раз этот сайт не собирается перезапустить и написать заново. И собирается вот там 24-30-му году запустить. Ну, 24-му будет первый запуск, а 30-му уже полноценная система будет построена с индальными траекториями и рекомендательной системой. То есть минпросвет идет в эту сторону. То есть они от идеи не отказываются от создания федеральной электронной библиотеки. Но на самом деле, если вы посмотрите стратегию цифровизации регионов, то там во многих тоже есть такая же история про индивидуальные траектории, которые регионы собираются делать сами. Это означает, что, может быть, они будут делать и такие электронные библиотеки. Московская электронная школа. Ну, когда многим из вас, может быть, знакомы, кто в школах работает или кто живет в Москве, в общем-то, у них история изначально была такая же. Что давайте создадим электронную библиотеку, научим учителей создавать в ней контент, приучим учителей пользоваться коммерческим контентом в этой электронной библиотеке, а потом поверх этого настроим рекомендательную систему. То есть на сегодня там у них рекомендательной системы нет, и индивидуальные траектории автоматически не реализуются. Но когда они Московскую электронную школу задумывали, у них такие идеи были. Пока они еще не осуществились, потому что эта история достаточно долгая и сложная. Но еще можно назвать, вот, ну, из систем, которые реально реализовали индивидуальные траектории, можно назвать Skyeng. Skyeng на тусовках образовательных говорит, что они это реализовали, и у них это работает и приносит результат. У них обучающиеся, из-за того, что они повторяют, они лучше изучают материал, потому что вовремя возвращают обратно там, где не совершают ошибки, они ускоряют обучение там на 10 плюс 15 процентов. Они быстрее, быстрее, лучше учатся. Но кажется, что вот эта история, она какая-то фантастика. То есть понятно, что если вы находитесь там в какой-то в УЗИ или в школе, вам кажется, что это все невозможно. Ну, на вашем уровне развития технологий. Но действительно готовых электронных библиотек, которые уже могут автоматически генерировать индивидуальные траектории, действительно не купить. Вот. Но та библиотека, которой я занимаюсь, в ней сделаны некоторые шаги, потому что этот процесс, в принципе, начать. А этот процесс, он должен начаться со сбора цифровых следов. Потому что система рекомендаций, она должна записывать, как обучающийся учит, и это называется, ну, называется с одной стороны цифровыми следами, а с другой стороны называется трекингом. Я сейчас это покажу на примере. Вот есть некоторый PDF-файл. Он как-то так выглядит, там какие-то страницы, что-то можно листать. А вот у PDF-файла есть статистика. Я сейчас ее покажу. Вот здесь список, это когда какой-то человек пришел и открыл этот PDF-файл. И дальше система трекинга пишет события, которые человек делал в сплеере с этим файлом. Я сейчас включился в просмотр, как какой-то человек этот PDF смотрел и показывал запись событий. Это сверху вниз идет некий таймлайн, то есть шкала времени в секундах. Это разница в секундах между двумя событиями. Вот события, человек открыл, плеер, он у меня включился в режим прокрутки в одну колонку. И дальше он открывает фрагменты. Но фрагменты, надо понимать, в случае PDF, это страницы. Он открыл плеер на 50-й странице, смотрел ее 23 секунды, потом открыл 51-ю страницу, смотрел ее 14 секунд, потом 52-ю, 11 секунд. Ну, вот так он как бы страницы листал. Последнюю страницу он смотрел совсем недолго, по 2 секунды. То есть можно, в принципе, посмотреть, как человек взаимодействовал с каким-то ресурсом. Вот, и этот механизм трекинга вылез, встроен практически ко всем документам, которые она поддерживает. Я сейчас еще один пример трекинга покажу уже на интерактивных ресурсах H5P. Вот та же самая история. Есть некоторый ресурс. Давайте я вам сейчас покажу, как он выглядит. Некоторые колонки, некоторые материалы, там есть какие-то тесты. Вот я их уже прорешал, да, и здесь правильно, неправильно, а может быть на перетаске у них еще что-то. Ну, в общем, какие-то задания. А когда их человек какое-то решает, то здесь отмечается, как он их решил. Давайте мы сейчас внедримся в какую-нибудь сессию и посмотрим, что человек делал. То есть каждая такая запись – это кто-то смотрел ресурс. Так, человек открыл плеер, он взаимодействовал с множественным выбором, ответил правильно на некоторый вопрос, что тут несколько заданий, видите, и на каждое отвечаете, каждый здесь попадает, записывается, как человек ответил. Он ответил верно, потом снова верно, потом что-то взаимодействовало там с какими-то, видимо, картинкой. Как-то тоже ответил. В итоге завершил колонку, ответив в целом большое задание, несколько тестов, в целом он ответил правильно на два задания из восьми. Ну, показывает, что на два из восьми ответил. Потом он еще раз вернулся, начал заново что-то перетаскивать, заново отвечать, и еще раз прошел эту же самую колонку в четыре из восьми правильных ответов. Видите, тут написано, что повтор. Второй повтор попытки завершить полностью задание. Ну, и потом еще раз что-то попробовал, пробовал, попробовал, и восемь из восьми набрал. То есть видно, что человек сидел и несколько раз решал задание. Вы не просто видите, что последний результат получаете, восемь из восьми. А с одной стороны, человек имеет возможность исправить свой первоначально неправильный ответ, а вы ему даете обратную связь, что он сделал неправильно в процессе обучения. С другой стороны, мы все это записываем. Мы понимаем, как человек взаимодействовал. И вот поверх этого можно пытаться строить аналитическую систему. Потому что каждое это задание может быть протегировано или помечено какими-то компетенциями, на которые человек показывает, если он решает это задание правильно. Вот такая история. И вот это все называется трекингом либо цифровыми следами. И в Эллис это все уже есть. Ихали дальше. Следующая история. В Эллис есть аналитика. Ну, то есть вот человек, предположим, сделал какое-то задание. Некий тест провел. Потом поверх... Там люди что-то поотвечали, поотвечали правильно, неправильно, в общем, как-то ответили. Вот поверх этого теста, вот этих ответов, Эллис запускается аналитика, которая говорит, ну, в данном случае было 4 задания, 4 задачи, которые человек решал, люди решали. И она агрегирует всего правильный ответ. И видит, что на это задание без 209 пользователей неправильно ответили 204, а правильно всего лишь 5. И она говорит, что делает совет преподавателю, что это задание слишком трудное. Что задание не должно быть такое, что у него никто не может решить. Задание должно быть такое, что часть решает хорошо, те, кто плохо знает предмет, они его решают плохо, а те, кто хорошо, решают его хорошо. А те, кто встретили, решают его средне. Таким образом, если у вас очень сложное задание, у вас очень много неправильных ответов, это означает, что задание плохое, его надо переделать. под ту группу, под ту группу, которая учится. Это вот это следующее задание. Она говорит, что считая дискриминативность, это вот как раз способность задания отличать людей, которые хорошо знают предмет, а тех, которые плохо знают предмет. И система видит, что вот эти два задания, они плохо различают сильных и слабых учащихся. Она тоже делает совет, что плохая дискриминативность, значит, надо задание изменить. Изменить, сделать его более сложным, скорее всего. Вот. И также здесь видно, что очень большой отсев. То есть большое количество студентов, обучающихся, они не доходят до конца задания, они начинают отсеиваться. Если первое задание прошло, 209 человек ответило как. То на последний всего лишь 9. Большой отсев. То есть это тоже информация к размышлению, что надо поработать с материалом, надо его улучшить, чтобы он был интереснее, чтобы люди доходили до конца. Таким образом, аналитика в электронной библиотеке, а не в ЛМС, позволяет, в принципе, улучшать учителям и преподавателям их образовательные ресурсы. Уже сейчас. Для этого есть соответствующие технологии и аналитическая система Велеса. Еще одна история, которая была добавлена в Велесе, которая тоже про электронную библиотеке, но которая в том числе есть в ЛМС. Это банк ресурсов. Ну, идея такая. Вот я сейчас открыл этот ресурс, я вижу какое-то задание. Но на самом деле здесь находится не один ресурс, а несколько ресурсов. Некой папки, условно говоря. И преподаватель загружает в папку множество ресурсов, которые одинаковые, в общем-то, пора одно и то же. Но когда обучающийся его открывает, он увидит какое-то одно задание. То есть у вас что-то вроде библиотеки со случайной выдачей заданий для того, чтобы обучающийся не могли друг другу списать. Когда один сделал, а все на него записали. Но на самом деле у этой истории есть продолжение. То есть вот банки заданий, банки заданий есть и в ЛМС во многих. В общем-то, ну, это тривиальная история для электронной библиотеки. Но на самом деле вот эту историю можно использовать как АБ-тест. АБ-тесты, это предположим, что у вас есть какой-то образовательный ресурс. Ну, там, теория, тесты, задания. И вы его даете обучающимся и видите, что как-то люди плохо решают. Вы понимаете, что его надо улучшить. Ну, как преподаватель, как методист, опять же, надо улучшить, что-то изменить. Изменить, может быть, в тестах, изменить информацию. То есть, понимаете, что где-то есть, может быть, ошибки. Но вы не знаете, после того, как вы изменили, у вас ресурс улучшился или ухудшился. Просто лучше или худше. Но чтобы это понять, можно в банк ресурсов сделать два одинаковых задания, разместить их, типа, как в тестах. Чтобы, и когда обучающиеся, тогда придут в банк ресурсов, они получат какой-то один из двух этих ресурсов. И они у вас порно распределятся, и потом вы увидите, у вас есть старый ресурс и новый ресурс. И вы увидите, у вас ресурс улучшился в результате прохождения тестов или ухудшился. А если он улучшился, значит, вы изменения оставляете. Если он ухудшился, вы изменения убираете. Таким образом, можно последовательно улучшать свои ресурсы. Улучшать, по сути, свои курсы, по большому счету. Потому что потом из ресурсов собирается курс, и таким образом, можно на основе данных Не просто кажется, кажется, так лучше, да, не просто, а на основе данных улучшать свои ресурсы. Ну, еще одна история, она тоже интересна тем, что, ну, недавно совершенно попробовал, попробовал сделать виртуальный ассистент. Причем виртуальный ассистент, ну, прямо скажем, у меня первый придумал Яндекс использовать виртуальный ассистент типа Алис для обучения и стратегии развития цифровой школы федеральной, которая тоже есть там до 30-го года, там тоже предполагается создание каких-то виртуальных ассистентов. Задача виртуального ассистента – это помочь и учащимся, и преподавателям взаимодействовать с электронной библиотекой. В данном случае у меня можно задавать какие-то задачи, чтобы виртуальный ассистент помогал, у них ответил. Ну, например, там интересно, какие ресурсы были популярны за день или что-то еще. В целом, мне кажется, эта история может быть очень интересной. В случае, если образовательная организация создает виртуального ассистента на всю организацию, то можно по IP интегрировать вот эти все ресурсы из электронной библиотеки, виртуальный ассистент из электронной библиотеки, можно, в принципе, интегрировать виртуальный ассистент всей организации. То есть это, я считаю, что это может быть одно из направлений развития, потому что виртуальным ассистентам можно подсказывать преподавателю, Ну, например, посмотри, у тебя автосостояние кажется плохое, подумай, может, тебе надо его улучшить. Без использования людей, просто алгоритмически написать какого-то помощника. Ну, еще одна история. Кто-то из вас, наверное, знает конструктора H5P. H5P – это некий конструктор образовательных ресурсов, который работает полностью в браузере. В целом, в H5P есть Moodle, и если у вас есть Moodle, и вы его еще не поставили, вы его поставьте. Это штука очень интересная. И он интересен тем, что там порядка больше 45 разных типов заданий интерактивных. И они делают процесс обучения интереснее. Вот, ту, и, ну, давайте я покажу на интерактивном видео быстренько, как пример. То есть можно спрашивать какие-то вопросы, там пока идет видео, чтобы сразу проверить, что обучающийся внимательно смотрел и правильно ответил. А потом это все записать и посмотреть в отчетах, что получилось. Это пример. Но я сейчас долго на этом ставить не буду. Но факт в том, что в Элис тоже удалось добавить поддержку H5P. Таким образом, Элис как электронно-образовательная библиотека стала намного сильнее, чем, например, ЭБСы, Юрайта, Лани и другие. Потому что преподавателям можно дать возможность создавать ресурсы, которые они используют у себя в реальности на занятиях. Потому что сейчас возникает ситуация, что с одной стороны, например, презентация. Да, кстати, вот сейчас ту презентацию, которую я показываю, она тоже создана в H5P, тоже размещена в Элис. То есть чтобы преподаватели создавали презентацию не в Powerpoint, например, а в электронной библиотеке. Есть важный вопрос. Вот смотрите, H5P есть в Moodle. Имеет ли смысл H5P заводить в электронную библиотеку, в которой есть тоже H5P? Да, имеет случай, если у вас школа. Потому что в школе обычно организация учебного процесса делается не в LMS, а в электронных дневниках и журналах. И у вас добавление электронной библиотеки превращает связку электронной библиотеки плюс журнал в LMS, по большому счету, в систему, в которой есть курсы. С одной стороны. А с другой стороны, если вы в ВУЗ или СПО, то у вас действительно, скорее всего, Moodle стоит, там есть H5P, но часто возникает ситуация, что надо какой-то ресурс выдать пользователю не в рамках курса. Потому что в Moodle ресурсы могут находиться только в курсах. Если вы хотите создать какую-то презентацию про что-то, вам, значит, надо создать курс. И библиотека здесь может быть вот в таких задачах, может быть, удобнее, если вам надо создавать какие-то ресурсы, не включая их в курс, преподавателю гибко где-то ими пользоваться. Поэтому я считаю, что электронная библиотека дополняет в ВУЗах и СУЗах LMS, а в школах она может, в принципе, связка электронная библиотека плюс дневники журнала, она заменяет LMS. При этом ВУЗ была, то есть, смотрите, типичная электронная библиотека, в ней библиотекарь – это некий человек, который стоит проксией, медиатором между людьми с контентом и своей системой. Но в случае, если вы хотите преподавателям, разрешителям создавать самим контент, задачи, тесты, ну, в том же самом H5P, необходимо позволить им самим эти ресурсы создавать. То есть, перейти на User Generated Content, UGC, так называемый сервис. Ну, и вылез, такой сервис реализован, можно каким-то людям, например, учителям, преподавателям дать возможность создавать собственные персональные электронные библиотеки и загружать туда ресурсы. Вот. Но у этой истории, кроме вот такого очевидного подхода, который, например, в той же МЭШ используется, если вы не знаете, не является чем-то таким, каким-то уникальной вещью, у него есть еще один способ применения. Это когда, например, факультеты или кафедры, или лаборатории создают свои собственные базы знаний, загружают туда покупные статьи и при помощи системы DRM-защиты ограничивают к ним доступ, чтобы к этим статьям могли получать доступ только, например, кафедры или вуз. Но скачанными из каких-то внешних систем, словно говоря. То есть хостинг пользовательских библиотек – это не только про хостинг библиотек, конкретно учителей и преподавателей. Он может быть рассматриваться и как каких-то кафедр, или факультетов, или лабораторий. Ну, еще одна интересная история, которая в Эллис была добавлена, которая может быть неинтересна, это загрузка домашних заданий. Ну, то есть вот все полтора года назад столкнулись с небольшой проблемой. Есть очень много письменных работ, надо проверять письменные работы. Ну, потому что обучающиеся делают письменную работу, в тетради письменно. Вот, и надо ее проверить и дать обратную связь, где ошибка. Вот, и в Эллис был написан модуль, который позволяет обучающимся, ну, вернее, преподаватель создает ресурсы домашнего задания, отправляет URL обучающимся, обучающийся, ну, у него есть там тетрадка, где он его выполнил письменно, открывает этот URL на смартфоне, кликает по ссылке, у него открывается камера, он фотографирует, и все автоматом загружается на сайт, на втором библиотеке. А преподаватель потом открывает уже загруженные картинки, как здесь пока показывалось, я сейчас еще раз немного пролисну, открывает загруженные картинки и оставляет комментарии в каких-то местах, там, где учрящийся сделал какую-то ошибку. Вот, и ему не надо скачивать это изображение из электронной почты, обратно куда-то загружать, что-то на нем рисовать. Вот это все сильно упрощает. И упрощение, ускорение проверки письменных домашних работ хотя бы на одну минуту дает экономию учителю с класса в 30 человек, 30 минут. То есть можно, в принципе, делать вещи, которые, ну, действительно удобны и экономят время учителям и преподавателям. Просто тоже в электронной библиотеке, вне рамоков ЛМС. Ну, я все про образование, но в вузах есть еще задача науки. Поговорим, как электронные библиотеки могут использоваться в науке. Ну, что, какие ресурсы наука вообще хранит? Ну, как правило, какие-то журналы, уборники, статьи, что-то вот такое, да? И есть примеры, есть примеры ПО, которые сделаны именно для этого. Но тут есть момент. Вот зачастую то ПО, которое вот для этого всего используется в российских вузах, ну, и в зарубежных тоже, это система типа DSpace. А DSpace – это не электронная библиотека, это электронный архив. И у него есть все эти проблемы, про которые я говорил, что в электронных архивах есть проблемы с интерфейсом. Но, тем не менее, есть отличные примеры, отличные примеры, когда, кстати, электронные архивы по научной тематике имеют очень большую посещаемость. И вот качество, вот лидер в России – это электронный архив Уральского федерального университета. Вот вы видите количество визитов в месяц, количество визитов в месяц у него там где-то в районе 400-600 тысяч. И это, в общем-то, немало, потому что для примера, для сравнения в архивскую государственную библиотеку за год ногами приходит там порядка 900 тысяч. А тут в месяц, в общем-то, в общем-то, просто вуз имеет посещаемость в электронную библиотеку сравниму с той, что ходит ногами в РГБ. В 20-миллионном городе. И делается это следующим образом. То есть это вот как раз пример, когда удается наполнить большим количеством ресурсов электронный архив, ну или электронную библиотеку. Вот здесь список, там я взял некоторые вузы, которые находятся в топ-20 одного из рейтингов международных, которые, рейтингов вузов, выбрал из них российские. Вот и те вузы, которые имеют большое количество визитов в месяц, они накопили в фонд уже там десятки тысяч. У УРФУ больше 70 тысяч. Но есть еще и другие вузы, которые вы здесь в списке видите. То есть и такая закономерность, тут достаточно хорошо видно. Чтобы у вас была большая посещаемость, надо много ресурсов. Чтобы у вас увеличилось количество ресурсов в 10 раз, значит, у вас, скорее всего, количество визитов увеличится в 10 раз. Надо обязательно стремиться за большим количеством ресурсов. И получить вот эти вот 400 тысяч визитов в месяц, там, если 10 лет поработать, то эти 200-400 тысяч получить вполне реально в любому вузу, в любому более-менее крупному вузу. А еще важный момент, который отсюда виден. Это вот все снималось в мае, когда люди на удаленку перешли год назад, полтора года назад. А количество визитов на один размещенный ресурс в месяц, в мае. И видно, что вот вы загрузили статью, ее там за мае просмотрело 10 человек. То есть на самом деле, то есть каждый загруженный ресурс потом часто смотрит. И это говорит о том, что в библиотеке ресурсы в ней очень актуальны. То есть надо за ними стремиться, за актуальными ресурсами. Не за столетними книгами, а за теми ресурсами, которые действительно используются в учебно-минучных процессах. Ну а чтобы эти ресурсы получить, как я уже говорил, надо издателя или владельца этих ресурсов сделать довольным. Надо делать какой-то сервис, который ему полезен. Здесь основа вернусь к Элис, что удалось придумать в Элис для этих целей. Ну это вы видите журнал. Здесь вы видите, что вот есть как бы некая электронная библиотека, а в ней находятся какие-то выпуски некого журнала. И в Элис удалось делать шапки сайта, в зависимости от того, в каком разделе вы находитесь. Я начинаю открывать журнал, и видите, шапка сайта, там с какой-то информацией про этот журнал наверху находится. Когда я выйду из раздела с журналом, да, у меня, видите, шапка сайта поменялась. Она стала другой. То есть и Элис позволяет фактически тимизировать интерфейс электронной библиотеки под какие-то разделы. А разделы, они обычно принадлежат административным там каким-то факультетам, подразделениям, вообще кому-то, неважно. В случае, если это школа, то там можно было бы тимизировать под конкретную школу, чтобы у конкретной школы был какой-то ее собственный интерфейс. Ну, это какие-то примеры. Сейчас давайте я покажу здесь. Видите, тоже цветовая гамма меняется, ее можно переключать, если ты хочешь этого переключения. Ну, еще один пример тоже на уже более, может быть, знакомом вам журнале, просто в качестве примера, да, научно-технической библиотеки. Тоже вот некоторый сайт. Как это может выглядеть? Вот есть некий загруженный для примера два выпуска. Это какая-то дополнительная информация про журнал. Заходишь, здесь статья, аннотация, ну, какая-то информация с точки зрения, полезно, с точки зрения науки. Кликабельный автор, чтобы можно было загрузить, создать профиль автора с изображением там, ну, и какая-то сама научная статья. Это тоже пример. Как это может выглядеть? И такую историю прийти к журналу и сказать, что журнал, дорогой журнал, мы тебе сейчас сделаем хостинг в нашей электронной библиотеке этого журнала, мы тебе сделаем красивую шапку, там, что-то про нее напишем важное, и ты можешь ссылку на этот журнал отдавать в базы данных, как сайт журнала. Вот это вот пример, что, в принципе, с сайта журнала можно делать в электронной библиотеке. Вот, и здесь я хочу еще один важный совет дать, который вам, надеюсь, пригодится. Неважно, журнал у вас или сборник каких-то статей научных, вы всегда статьи выделяйте отдельно, загружайте их отдельно. Вот не один большой PDF, где куча статей, а сделайте раздел, там, условно, папку, да, и каждую статью в виде отдельного PDF загружайте. Это очень поможет с точки зрения поисковой оптимизации, чтобы у вас больше приходило трафика на вот именно эту статью. Когда я про SEO говорил, я оставлял ссылку, там есть объяснение, почему это происходит. Ну, еще одна история, которая может быть полезна по использованию электронной библиотеки. Почему электронная библиотека может быть полезна факультетами кафедр? Ну, это пример, что некоторая кафедра проводит заочную конференцию. Заочная конференция – это означает, что люди присылают свои доклады, их надо разместить на сайте, а потом организаторы конференции задают докладчикам вопросы. Ну, вопросы в виде комментариев, условно говоря. А докладчики обязаны в некоторый срок ответить. Ну, и те библиотеки, у которых есть такой функционал, они позволяют фактически сайт электронной библиотеки использовать в качестве сервиса для проведения заочных конференций, ну, по большому счету. По большому счету. И библиотека уже не просто амбарги ресурсы хранят, а библиотека – это сервис для проведения конференций. Это пример, почему кафедра может отдать контент. Ну, иногда возникает ситуация, что необходимо какие-то ресурсы встроить из электронной библиотеки куда-то. Ну, это пример. В Элис тоже здесь есть такая особенность, что в Элис, в отличие от многих других электронных библиотек, есть так называемые коды вставки. Коды вставки позволяют документ, который находится в электронной библиотеке, размещать где-то еще, ну, по большому счету на любых сайтах. В данном случае Moodle строим. Коды вставки также есть, ну, например, в некоторых АБСах для тех же самых задач. На самом деле эта книга находится не в Moodle, на самом деле она находится на сервере электронной библиотеки. Еще один пример кода вставки я покажу в ситуации, когда, например, у какого-то кафедры или факультета есть сайт, и Элис позволяет встраивать туда не просто отдельные документы, презентации, видео, она позволяет целые каталоги встраивать. Вот, какие-то. И это может быть полезно, когда ситуация, когда, ну, факультет имеет сайт, но на сайте создает страницу конференции, а ресурсы на самом деле хранит в электронной библиотеке. И он встраивает эти ресурсы на своем официальном сайте, чтобы они именно там хранились. Но в теме доклада я обещал, что я расскажу про хранилище наборов данных. Хранилище наборов данных. Но здесь история такая. Смотрите. Ситуация. Наука порождает некоторые исследования. Эти исследования публикуются в научных журналах. Научные журналы находятся, как правило, находятся в вузах и институтах, так иногда они находятся в каких-то внешних журналах. Но штука в том, что зачастую в исследованиях часто допускаются какие-то ошибки, и общество, другие исследователи хотят проверить, что все получается именно так. То есть взять те сырые данные, которые были получены в результате обработки каких-то экспериментов, и перепроверить вычисления. Но обычно сами сырые данные хранить прямо в статье, размещать неинтересно, потому что объем статей оказывается слишком большой, там обычно только результаты размещать. И вот чтобы общество убедилось, что данные научных статей проверяемы, надо эти данные куда-то выложить. И вот это место называется как раз хранилищем. В принципе, хранилище может быть архивом. Хранилище не обязательно делать в электронной библиотеке. Тот же DSpace в принципе подходит в качестве хранилища. Да, но можно делать и в электронной библиотеке, потому что из этого будет ряд плюсов. Поэтому если говорить про хранилище наборов данных, то надо выделить два типа хранилища, два типа задач, которые будут возникать. Хранилище структурированных данных и не структурированных данных. Структурированные данные – это, например, какие-то табличные данные. И здесь я могу сказать, что есть множество разных систем, но я предлагаю обратить внимание на две – DECAN и SECAN. Эти две системы позволяют загружать структурированные данные и там строят над ними некий интерфейс. Интерфейс по отображению неких таблиц с какими-то там сортировками, например, они позволяют построить. А вторая вещь – они позволяют подписаться на изменения этих данных. Ну, условно, там, ваш ученый, например, ведет данные по загрязнению окружающей среды. И там можно посмотреть, и он отличается на какой территории, какие загрязнения были в течение времени зарегистрированы. И кому-то это интересно. Они могут при помощи IP подписаться, когда ученый сделает какой-то новый, несет новые данные, чтобы на другой стороне автоматически получили про это уведомление. Ну, еще один из примеров использования таких систем – Министерство культуры собиралось таким образом электронный каталог делать несколько лет назад. Они мне говорили, что они хотят марк записи загрузить в свое хранилище. У них есть такое хранилище, у Министерства культуры. Ну, в общем, не сложилось. Но они хотели. Это про структурированные данные. Но на самом деле, вот дорасти до структурированных данных может не каждый исследователь. То есть только в некоторых исследованиях появляются структурированные данные, на которые кто-то хочет подписаться. Чаще всего данные не структурированы. То есть это куча каких-то там экселевских файлов, изображений, каких-то текстовых данных, программного кода, еще чего-то. Это куча-куча всего. И, в принципе, это можно просто загрузить в zip-archive и выкинуть где-то в электронную библиотеку. Но здесь именно… или в DSpace. Но здесь именно Alice интересна тем, что она умеет правильно отображать эти данные так, как будто бы… ну, в общем, делает некий тот же плеер. Вот эти все изображения, которые тоже являются датасетом и описаны некоторым набором сам датасет, то есть набор данных. И датасет – это одно и то же. Не описаны некоторыми метаданами. Они находятся, на самом деле, в zip-archive. Его можно целиком скачать. Но Alice автоматически выстраивает что-то вроде интерфейса, откуда можно что-то открыть. Те типы контента, которые Alice узнает. Ну, что-то вроде типа интерфейса, как в Dropbox появляется. Очень условно, упрощенно. Чтобы не надо было этот архив скачивать и потом смотреть. Чтобы можно было зайти и посмотреть прямо сайт. Это одна история. А вторая история, сейчас тоже покажу. Пример – это когда в архиве хранится куча файлов. В данном случае это программный код на языке R. И его можно было прямо по файлу скачать, не весь архив. И смотри, какая структура, что хранится. Но тут же вы видите какие-то метаданные. То есть вот эта история, она начинает набирать популярность. И я бы советовал вузам и институтам про это подумать. Про то, чтобы пользоваться не хостингом, не чужим хостингом для размещения своих тыртых данных, а пользоваться своим, чтобы на свой хостинг собирать входящие ссылки. И тем самым вы будете продвигать свой сайт. Ну, вроде бы уже все. Я уже исчерпал лимит по времени. Выводы я, наверное, подробно делать не буду. Я надеюсь, что каждый из вас может выводы сделать сам по всей этой истории. Просто перескажу еще раз, повторю несколько тезисов. Грубая ошибка – использовать Абисы. Не надо использовать Абисы, надо использовать специализированное ПО. Надо делать системы не для электронной библиотеки, не для библиотекарей. Библиотекарь – это человек, который ее запускает и поддерживает. Надо делать электронные библиотеки для пользователей, прежде всего. И пользователи как студентов, так и во многом, и прежде всего преподавателей, учителей, причем-то и владельцев ресурсов. А для этого надо, чтобы электронные библиотеки были полезны им самим. Это важная история. То есть надо, чтобы они были полезны именно в учебном процессе. Ну, или для каких-то научных вещей. Это означает, что они должны быть удобными, симпатичными. Надо убирать библиотекаря как прокладку, давать им доступ на непосредственно загрузку ресурсов. Ну, может быть, с модерированием со стороны библиотекарей и обучением кафедры преподавателей-учителей, как этой электронной библиотекой пользоваться. Электронные библиотеки должны быть достаточно простыми, чтобы пользователь у них мог сам разобраться. То есть, марк не подходит в качестве системы методанных. Система описания должна быть проще. Ну, естественно, они должны иметь DRM-защиту. Вы можете пользоваться архивами типа диспейс для создания электронных библиотек, но думается, что какая-то хорошая электронная библиотека будет лучше. С стратегической точки зрения. В целом, из того, что можно решать. Ну, и те образовательные организации, которые хотят в развитии, хотят поэкспериментировать с федеральными образовательными траекториями, хотят пособирать базы, хотят собрать цифровые следы для того, чтобы их потом проанализировать и внедрить адаптивное обучение у себя, то, в принципе, можно попытаться найти ПО, которое-то помогает хотя бы стартовать. Стартовать, начать сбор данных. Потому что данные надо будет копить годами, прежде чем вы сможете их анализировать и что-то полезное из них извлечь. И чем раньше вы начнете копить данные, тем лучше. То есть, эту историю не надо откладывать на долгое-долгое потом. Но это уже зависит от амбиции вашей образовательной организации. Имеет она такие амбиции или нет. Пару советов для школ. Конечно, в школе внедрять полноценную электронную библиотеку сложно. Лучше внедрять ее либо на уровне региона, либо на уровне муниципалитета. А ВУС или СУС, в принципе, может внедрять самостоятельно у себя. Вот такая история. Татьяна? Я смотрю, есть какие-то вопросы. Да, Арсан, там есть во вкладке вопросов несколько вопросов. Давайте вы тогда на них ответите. И потом я приду к нашим... Давайте, да. Вот есть вопрос от Сергея Канна про социальные сети. Давайте я вам лучше всего покажу на конкретной ссылке. Это намного интереснее. Смотрите. Факт того, что у вас в системе используется социальная сеть, ну, вернее, у вас есть трафик социальной сети. Он говорит о том, что... Так. Он говорит о том, что у вас ваша электронная библиотека де-факто используется в образовательном процессе на самом деле. Чем больше у вас трафика социальных сетей... Сейчас я найду источник трафика. Видите, здесь переход из социальных сетей примерно 6% у этой электронной библиотеки. Это означает, что она очень полезна. Если у вас трафика из социальных сетей мало, так как студенты обычно и преподаватели часто используют именно социальную сеть для того, чтобы там пообсуждать домашнее задание, там какие-то ссылки отправить на него... Если у вас трафика социальных сетей мало, это означает, что на вас в образовательном процессе библиотека используется плохо. Вот такая история. Так. Еще вопрос. Следующий вопрос. Какой интерфейс у программы Ирбис? Ну, у Ирбиса есть, по сути, два интерфейса. Это веб-Ирбис, и у них есть возможность завести Ирбис в джунглу. Плюс у них, по-моему, есть еще Ирбис 128. Но, как я уже сказал, я не считаю Ирбис, что у Ирбиса имеют удачный интерфейс для создания электронной библиотеки. И вообще я не считаю, что Ирбис стоит использовать в качестве электронной библиотеки. Вот по многим причинам, которые я говорил, что система метаданных там такая сложность, что преподавателю не дашь туда файлы загружать. Слишком сложно. И это Абис будет плохо индексироваться, в поисковиках плохо находиться, и возможности у него, в общем, не очень хорошие. И он не нравится преподавателю. Если бы Ирбис смог как-то всю эту историю исправить, выпустить отдельный продукт, может быть, у него что-то получилось. Но на сегодняшний день я бы вам не рекомендовал. Еще раз повторяю, что это мое субъективное мнение. И вы, конечно, можете думать про это иначе. Ну, и я, по-моему, ответил на следующий вопрос. Про что я думаю про Ирбис. То есть, с моей точки зрения, вообще Абис надо ставить как некий профессиональный инструмент для библиотеки. Но так как у них не очень хорошие интерфейсы, надо написать какой-то интерфейс отдельный, который бы агрегировал данные из других систем, связал бы их единым поиском. И если вы пользуетесь Русланом, у Руслана есть, например, гиблиопортал, который как раз есть как бы отдельная система от Абиса. И на него можно посмотреть. Но не в качестве электронной библиотеки, а в качестве какого-то интерфейса, который более пригоден для использования конечных пользователей. Потому что Абисы... Ну, у Руслана, в принципе, и основной интерфейс как-то уже более-менее пригоден, который Neo, Руслан Neo. А у Ирбиса пока все печально. Но им надо поработать, как и у многих других Абисов. Им надо поработать на своими интерфейсами. Вот. Так. Есть вопрос от Елены Ковязиной про лукавство насчет сравнения с Пейси Ельц. Вот насчет интеграции с Google. У Ирбис тоже есть интеграция с Google. Вы отмечаете, что эта статья является научной. И если вы нажимаете кнопку, что она в открытом доступе, она проиндексируется в Google Академии. В Google School она попадет. Есть некий модуль интеграции, который это делает. Это не является чем-то таким зазорным. Вот. По поводу Яндекса есть данные. То есть вот это сравнение DSpace с Celes на примере пьянской библиотеки это данные, которые вы можете проверить. Потому что ссылки, которые я приведел, они открыты, можно просто покликать. Там есть действительно некоторая тонкость. Тонкость заключается в том, что у пермской краевой библиотеки, где Эльц используется, у них там PDF. А поисковики не любят большие PDF. У Элис есть лето в оптимизации. Я тоже где-то рассказывал. Вот по той ссылке, которую я давал, я рассказывал что-то за оптимизацию. Сейчас не буду подробно про это говорить. То есть есть определенный тонкость. Дисплейс действительно индексируется поисковиками. В принципе, нельзя сказать, что он плохо индексируется. Но Элис, скорее всего, будет как инструмент создания электронной библиотеки лучше, чем дисплейса. Где дисплейс подходит, где его можно использовать совершенно без зазрения стоести. Если вы делаете дата-сеты, то он вполне для этого подойдет, потому что он архив. Если вы делаете, если у вас есть сайт журнала, и на этом сайте журнала хранятся, ну, собственно говоря, выпуски статьи, и у вас люди посылаются именно на сайт журнала, то дисплейс подойдет в качестве резервного архива этих журналов, куда вы не посылаете сайт, где он не выполняет функцию электронной библиотеки. Вот. Но в целом, в целом, я бы не... Вот когда УРФУ и многие другие вузы, которые я показывал в списке, имеют количество визитов там по 14 тысяч в месяц, это говорит о том, что у них этот архив уже стал электронной библиотекой, он перерос в себя. Я бы им советовал все-таки смигрировать данные в что-то, что является электронной библиотекой, не использовать больше для этого дисплейса. Потому что, ну, эта электронная библиотекация, она становится лицом вуза, она ее видит постоянно студент, и надо соответствующим образом, ну, чтобы она соответствовала уровню вуза, уровню амбиции вуза, которые есть. Вот. Насчет настройки, есть предположение, что там плохая настройка, но вот там история во многом про PDF, потому что, смотрите, если у вас PDF 50 мегабайт, ну, это типичная история для цифрового на PDF, то хотите ли вы, как пользователи, перейдя к посылке в поиске, внезапно скачать 50 мегабайт? Наверное, не хотите. Вот поэтому поисковики, они индексируют PDF в дисплейсе, но они туда отсылают людей неохотно. А в Эллис-плеер и в Эллис-страница с ресурсом не 50 мегабайт, а 2 мегабайта. Поэтому поисковик охотнее посылает в Эллис-трафик. Вот тут история такая. Плюс там есть еще куча разных оптимизаций, которых с точки зрения металла, которых нет в дисплейсе. Но в целом я не говорю, что надо дисплейс немедленно удалить. Просто если у вас большие амбиции, то стоит подумать про электронную библиотеку. Вот и все. Ну, вроде бы ответил на все, да? Татьяна? Татьяна?